Сын и Святого Духа, сегодня мы чтим с вами память пророка Ильи, одного из самых известных и великих пророков, который пришел напомнить людям, как бы это ни банально прозвучало, про существование Бога. Его слова «Жив Господь Бог Израилев!» они запомнились, и по ним его можно опознать. В Писании о том же говорится, что он, появившись на улицах, говорил именно об этом. Но разве не было Бога в Израиле? Был. Одних только жрецов несколько тысяч было. Не было разве верок? Было. Тогда о чем же он говорил? О том, что, как сказано, заблудились они, или точнее есть термин «заблудили» с иными богами. Что же олицетворяли те боги? Власть, богатство. Вот этот культ наживы он свел многих с ума, как сейчас. Человек, ищущий истинный, или, как в Евангелии сказано, алчащий, жаждущий правды, он приходит к пониманию Бога совсем иначе, чем те, кто привык кланяться власти и богатства. Тогда что же такое Бог, которого проповедовал Илья? Чем же он отличается? Разве не самое важное в нем власть и могущество? Как многие сегодня пытаются объяснить? Нет, конечно. Бог есть дух жизни. Духу жизни это противно. Противно раболевство и присвыкание. Он ищет себе достойных. Вот Илья, да, действительно был таким. Он был бесстрашен, как и многие другие пророки. Именно бесстрашие сильно выделяет его из прочих его современников. те уже давно согласились служить власти в чине жрецов, возносить молитвы с собой уже измышленные, курить фемиам, им на виду у всех, этим новым богам, которые насквозь фальшивы. Именно с именем Ильи связана тогда вот эта политическая немощь, которая возникла в стране той. Ильзавель, да, которая, царица, которая, в общем-то, это все и произвела на свет. Почитание ложных богов. Ахав и Ильзавель, как нечестивые правители века того, которые воспели свое могущество. И ведь не просто воспели, да, а огромное количество людей убили за собой. Так что просто пришлось физически, как проказу какую-то, вырезать этих обманщиков. Бог есть дух правды, ему обман против. А когда люди ради того, чтобы спасти свои шкуры, готовы кланяться новоявленной силе, там нет Бога. Лицемерие, лесть и страх. Страх недопоклониться вот этому противному духу, который пришел, чтобы погубить всех. Конечно, верили я, она отлично от них. Он бесстрашен. Ему не нужно пускать страх в своем сердце, чтобы быть угодным своему Богу. Дух жизни любит бесстрашных, любит смелых, любит отважных. Как часто в сознании человеческом подменяется бесстрашие на раболепство, честность налезть. Зло никогда не дремлет, да? Оно берет реванш тогда, когда чувствует слабину. И сегодняшнее время не исключение. Такого времени искажения природы человеческой можно сказать, не сдала земля. так изувечить человека. Заставить его говорить ложь под видом правды. Казалось бы, еще какое-то время назад это было стыдно. Сейчас же таких много. Но несмотря на все те перемены, которые произошли в его родной стране, были обнаружены и те, кто не поклонился вот этому духу конформизму, духу предательства своих идеалов. Еще совсем недавно нас учили. И казалось бы, да, время, как говорят, было атеистическое. Но видите ли, правда, она узнаваема в любое время, так же, как и ложь и лесть. И тогда укрыты были от глаз палачей те, кто поклонялся истине. Вот сошла пелена с глаз народа и появились они на свет. Что же Илью так объединяет с народом? и сегодня в храме многолюдо у нас обычно гораздо меньше людей на будних службах. Бесстрашие правды. Люди чувствуют дух, исходящий от пророка. Есть лже-пророки, которые говорят то, что им говорят говорить. А есть пророки, которые не врут слову и не врут делу. Страшно? Да, конечно, страшно. Ведь зло, оно беспощадное. Кого-то из пророков достаточно жестоко убили, кого-то перепилили пилой, кого-то побили камнями. И вот эта жестокость зла, она отчаянно борется с теми, кто говорит правду. И сейчас время не исключение. И сейчас тоже можно быть пророком. Пророк не тот, кто говорит о будущем. Пророк тот, кто говорит о настоящем. Как бы это ни звучало странно, но именно настоящая судьба своего народа волнует пророка. Не будущее, которое отдаленно, да, о котором он что-то говорит непонятное многим, а настоящее. Простейтесь, люди, жив Бог, говорит он. Не тот, которого вам рисуют ваши властители. Не тот, которому вы поклоняетесь ежедневно, который нарисован на ваших деньгах. Не тот Бог, а тот Дух, который несет с собой жизнь. На это способен только он, потому что все остальные спекулируют жизнью. Они четко чувствуют, откуда дует ветер, и подстраиваются под него. Вместо того, чтобы служить тому, от кого вся жизнь исходит. Вы же помните свои молитвы, да? Сокровище благих, и же везде сын. Все собой наполняющий дух жизни. И как странно, да, в нынешнем человеке сочетается невозможное. На устах он служит Духу жизни, а на деле служит его врагам. Обвенчал человек? Да, обвенчал. Да и тогда тоже люди обвенчали. Они испугались. А что, если мы будем не такие, как все? Что, если мы будем выделяться? Нас же из обличат и казнят. И от страха подклонили свои жизни перед этим Духом наживы. Илью любит, да, за прямоту и честность. Если уж кто их желал, счастья народу своему, так это был он. Счастье жить и не прятать глаза. Счастье жить и не выдумывать ничего, чтобы быть угодным. Яичная свобода – это когда принадлежишь себе самому. Когда тебе не стыдно сказать правду. То есть не стыдно, а не страшно сказать правду. И вот кто, кто, а Илья, пророк, тем угоден людям, людям, чтущим Бога. Жив Господь Бог Израилев. В то время, да, Израилев, потому как этот народ был более просвещен перед другими. Более понимал, что правда – приоритетные силы. Да, заблудил, конечно. Да, и не раз, и не два, и не десять падал он в эти смердящие объятия лжи и смерти. И всякий раз находился тот, кто говорил – жив Бог. Вот и Евангелие сегодняшнее мы с вами прослушали о том, как Иисуса укоряют. А не сын ли ты плотников? И почему ты нас учишь? А ответ прост. Да потому, что вы сами себе правду сказать не в состоянии. Ни богатые, ни сильные, ни влиятельные. Вы не можете правду сказать, потому что уж то, что, а правда вам страшна. И вы смотрите в зеркало, а не видите там отражения, потому что вы боитесь вспомнить о том, что вы люди. И что вокруг вас живут тоже люди. Ведь если и есть истина, так она звучит так, что все люди – есть люди. И не нужно превозноситься над ними. Конечно, эти слова сегодня не могут быть услышаны. Слишком много так называемых страстей, раздирающих людей. И вряд ли до них достучишься словами. Но свидетельствовать об истии надо. Чтобы люди не забыли то, как она выглядит по-настоящему. Аминь.